А почему на самом деле была дискуссия с латыниной? Я думаю, что это просто было несовпадение нарративов, и попытка разобраться в этом несовпадении, прийти к какому-то взаимопониманию, окончилась тем, что нарративы еще в большей степени разошлись. Кстати говоря, это очень напоминает российско-украинские отношения. Как оказалось, после 1991 года нарративы между Украиной и Россией стали расходиться необыкновенным образом. и расходятся с такой скоростью. И так удивительно, что даже я, когда я сейчас смотрю на какие-то репортажи из Москвы в 2000 года или 2001, я вообще даже не понимаю, что вот я это все вроде бы комментировал, описывал и не представлял себе, насколько это уже далеко от тех украинских реалий, в которых мы, если не жили тогда, то оказались сейчас. Да, вот это важный момент. Если тогда эти реалии были еще очень близки, то вот за эти два десятилетия, скорее всего, после первого Майдана 2004 года, они стали расходиться необыкновенным образом. И понимание реальности стало расходиться необыкновенным образом. Мне кажется, мы об этом, кстати, с вами когда-то говорили, еще лет 20 назад, когда мы с вами общались, во время первого Майдана. Я вам тогда говорил, что, по моему мнению, Украина в своем развитии в 1991-2004 годах, она как бы все время шла за политическими процессами в России. Вот то, что происходило в России с точки зрения демократизации, гражданских свобод, независимых медиа, все это через какое-то время в том или ином виде повторялось в Украине. Красные директора вот видели, Леонида Кучмы, сильные хозяйственники и так далее, и тому подобное. Можно много все вспоминать. А после 2004 года, и я не могу сказать, что я к этому был так готов, не был до конца, вдруг оказалось, что Украина перепрыгнула через какую-то пропасть, так как будто вот две страны дошли до какой-то точки, до какой-то пропасти. И вот одна не побоялась и перепрыгнула, а другая осталась и попятилась назад. И вот этот вот тот процесс, который мы наблюдаем эти два десятилетия, и отчет в этом себе, возможно, не отдавали ни украинцы, ни россияне до конца. Даже говорим о людях таких, скажем так, относительно демократических взглядов, как моя оппонентка. А вот в этой беседе это все стало очевидно и выпукло всем. Что произошло? Насколько вообще важна сама свобода? Вот я очень удивился, когда мои высказывания в этом эфире стали сравнивать и сама Юлия Ленингидовна, ее собеседники с движением за права афроамериканцев в Соединенных Штатах. Вот современным движением. Вот это вот такой же самый нарратив отрицания всего на свете. Я задумался, мне один из моих друзей даже написал об этом, что вот посмотрите, на самом деле афроамериканцы и народы Российской империи, они получили свободу от рабства в одно и то же время. Но афроамериканцам в Соединенных Штатах и украинцам удалось за эти столетия, по сути это тысячу, полтора столетия, чуть больше, проделать необыкновенную работу над собственными правами. Вот очень сильно заботили права и афроамериканцев, и россиян, и украинцев. И вот посмотрите, к чему пришли афроамериканцы с точки зрения своего равноправия, если мы вспомним даже период, так сказать, 50-х, 60-х годов 20-го века, когда они не могли в одном трамвае проехаться с людьми белого цвета кожи, когда великих американских артистов, таких как Элла Фиджеретт или Луис Армстрог, не пускали в рестораны для белых. Вот это даже, часто даже себе трудно представить, когда мы видим Барака Обаму, Камалу Гаррис, Ллойда Остина, да кого угодно. Это просто политические достижения мы сейчас перечисляем. А сколько людей в искусстве, в науке, в кинематографе, во всем на свете, в бизнесе. Кинематограф американский, как изменился. И с точки зрения сюжетов, и с точки зрения героев, и с точки зрения актеров. Все это произошло за какие-то там сто лет. А вы знаете, что интересно? Я помню еще, вот на НТВ в 90-е годы мне приходилось, в частности, в мои служебные обязанности в конце 90-х, когда я уже был председателем совета директоров компании, и даже еще не стал генеральным директором, еще Олег Борисович Добродеев возглавлял телекомпанию. Но он, например, не любил заниматься планированием, скажем так, сетки вещаний. Мне приходилось брать это на себя и сидеть с дирекцией программ, обсуждать вот помимо информационных, информационно-аналитических программ, что куда ставить. И вы не поверите, существовал такой тренд вот среди людей, которые профессионально занимались расстановкой фильмов и сериалов западного производства. Я говорил, ну, вот давайте вот этот фильм поставим в прайм-тайм, там, в субботу или в воскресенье, в лучшее время. А люди так говорили, ой, Евгений Алексеевич, а вы знаете, вот есть такое мнение, что там главный герой исполняет его роль, афроамериканский актер, там, Дензел Вашингтон, например, допустим. У нас есть, или там, Морган Фримен, есть определенные сомнения, говорят, что это плохо пойдет. То есть, понимаете, еще в 90-е годы бытовало мнение среди профессионалов, что фильмы голливудские, в которых главные роли играют афроамериканцы... Да, при этом великие актеры. Великие актеры, да. Сейчас уже великие актеры, сейчас мы это понимаем, да. А тогда были сомнения на сей счет. Но, вы знаете, я слушаю вас, у меня какая мысль пришла в голову. Я, кстати, почему-то очень хорошо помню вот эту нашу встречу на Крещатике осенью 2004 года во время событий вот оранжевого Майдана. Даже кафе, наверное, мог бы найти, если оно еще не закрылось. Которое мы сказали. Кому закрылось, оно было в пассаже, но оно многие годы было. В пассаже, в пассаже, точно. И вот я, знаете, что сейчас подумал? Может быть, если бы не вмешались определенные силы, о которых так много было недавно разговоров, я бы сказал, в естественно-исторический процесс развития России в 99-2000 годах, быть может, совсем по-другому все пошло. Понимаете, вот все-таки... В 2004 году в Украине условно-естественно-историческим образом пошел политический процесс. Да, но это именно то, что было стремление к свободе. Да, безусловно. Это же оно было. И вот мы видим, что вот у россиян даже в целом нету этого стремления, а есть стремление облагородить прошлый имперский миф. То есть, понимаете, стремление к свободе, оно начинается с момента, когда ты критически оцениваешь прошлое. Почему на Западе сейчас так много говорят об антиколониализме? Потому что это следующий этап, когда ты понимаешь, да, у меня было тут, на Великобритании, на острове вся была Великая Хартия Вольности, а в это время людей продавали в рабство где-то рядом, чтобы я мог свободно жить. И появляются угрызения совести, которые почему-то в России очень многих смешат, кстати говоря. Вы знаете, что все это, весь этот тренд воспринимается в России со смехом. Зачем они вообще говорят об этом 18-18 веке? Это же все-таки естественные процессы. Наверное, все процессы естественные. Но когда люди ощущают свою ответственность за то, что другие, так сказать, не жили так, как их предки, будучи собственностью их предков, это следующий этап их представления о свободе. И это вот то, чего я считаю, что вот это вот то, что выкристаллизовала вся эта беседа. Потому что самым главным был вопрос, по сути, кто правильно поступал, когда служил империи, а кто неправильно поступал, и можно ли это оценивать с точки зрения сегодняшнего дня. Ведь надо учитывать особенности тогдашних исторических процессов. А я исхожу из того, что при всем при том люди, с нравственной точки зрения, они ведь всегда одинаковы. Именно поэтому тот, знаете, завет, который Господь передал Моисею на горе Синай, он содержит те самые нравственные принципы, которых мы и сейчас придерживаемся. Если бы люди сильно менялись, то это давно бы привело бы к серьезнейшим изменениям. А люди на самом деле меняются с точки зрения научно-технического процесса, а не с точки зрения нравственных принципов или даже принципов деловых отношений. Поэтому мы, по сути, с нравственной точки зрения живем по законам Моисея, которые потом были, скажем так, осовременены, но это все те же законы, в Нагорной проповеди или в Коране. А с экономической точки зрения живем, по сути, той реальностью, которую еще предложил Наполеон Бонапарт в своем кодексе. И тоже прошло уже очень много столетий, а ничего с точки зрения сути экономических взаимоотношений не изменилось. Поэтому я бы не сказал, что люди меняются и что их нельзя судить с точки зрения нашего сегодняшнего представления о нравственности. Нужно учитывать исторический фон, это понятно. Но опять-таки, поэтому, возможно, многие так это и восприняли. И самое главное, я совершенно уверен, что люди, которые были, скажем так, образующим народом империи, не имеют никакого нравственного права без уважения говорить о других народах, которые все-таки по отношению к этому, так сказать, ядру находились в подчиненном положении и могли рассчитывать на успех, только став частью этого ядра. Поэтому я вижу реакцию на вот такого рода тезис. Это ведь не только среди украинцев. Я вижу среди белорусов, среди армян, среди азербайджанцев, грузин, казахов, кого вы хотите. Я бы так сказал, нерусских. Многие русские тоже с этим согласны, но они с этим согласны, скажем так, с политической, с либеральной точки зрения. А вот у многих, у нерусских, у них появляется вот это национальное чувство. Опять с нами разговаривают как с каким-то хворостом, который можно поджечь, когда есть в том необходимость. Опять нас не уважают. Вот мы думали, что хотя бы люди демократически с гадом научились нас уважать, а они даже и не собирались учиться. И это большая ошибка. Я думаю, что она когда-нибудь будет исправлена. Но я боюсь, что не на нашем с вами веку. Ну хорошо, давайте все-таки не заниматься сейчас критическим разбором ваших недавних дебатов с Латыниной. Давайте все-таки поговорим о событиях, которые происходят сегодня, здесь и сейчас. Как вам визит господина президента Владимира Зеленского в Нормандию на торжества по случаю 80-летия высадки союзников во Франции, его встречи с Байденом, с Макроном, новые обещания, которые звучат из уст западных лидеров. А вы сами понимаете, почему президент Байден сказал, что Украина может и не вступить в НАТО и сохраниться как государство после войны? У вас есть ответ на этот вопрос? Хотелось бы послушать вашу версию. Но я вот на самом деле не нахожусь в таком абсолютном понимании этого тезиса, если я вам честно скажу. Потому что да, визит Байдена действительно имеет большое значение, вне всякого сомнения, в Европу. Имеет большое значение вот эта вот его встреча сегодняшняя с Зеленскими. И, кстати говоря, это же только часть повестки дня обоих президентов в Европе. Они будут на встрече группы семьи. Там, кстати, будет подписано это соглашение о помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. И будет, кстати, интересно посмотреть все-таки, на чем будет именно это соглашение базироваться. Это все-таки главное соглашение из тех соглашений о поддержке, которые сейчас подписывает Украина. А потом будет саммит в Швейцарии, на котором Зеленский будет, а Байдена уже не будет. Будет Камала Харрис. И понятно, что вот эти их встречи, которые будут происходить и сейчас, и в Бриндизе, это достаточно важное событие для американско-украинских отношений, для понимания войны. Но то, что Байден перед этим визитом сказал о том, что главная его задача – это не допустить оккупации Украины и России, но при этом Украина может не стать членом НАТО, и что он никогда не был сторонником натоцентричности Украины, это заставило меня задуматься. И у меня нет ответа на этот вопрос, я его ищу, потому что я не очень понимаю, какого рода гарантии безопасности могут быть Украине предоставлены в случае, если она не вступает в нас. Вообще, вы знаете, я недавно слушал диалог своих коллег, израильских экспертов, которые обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, вот сейчас в секте ГАЗ. И одна из участниц этой беседы, известный эксперт по арабскому миру, по Ближнему Востоку, вы знаете, что такое, я бы сказал, холодный и беспристрастный человек, сказала то, что очень многие израильские эксперты, и не только израильские, не говорят. То, что нет вообще решения проблемы. Потому что главная наша задача, поскольку мы не можем эту проблему решить, у двух народов диаметрально противоположное представление о ее решении. Да, среди евреев, может быть, есть люди, которые говорят о двух государствах для двух народов, об одном государстве для двух народов и так далее. По большому счету, палестинская опция – это одно государство для одного народа, и это не еврейский народ. И это поэтому очень тяжело решить, потому что как только появляется некий арабский лидер, даже избранный населением, такой, как Ясир Рафат или Махмуда Бас, и потом он пробует договариваться с израильтянами, он утрачивает легитимность в глазах собственного населения. И поэтому все это оканчивается ничем. И вот у меня есть такое ощущение, что мы подходим к моменту, когда мы можем сказать то же самое, о российско-украинской войне. Вот какова задача ближневосточного конфликта? Реальная, реальная. Не очередной план Байдена, а перед этим был план Трампа, а перед этим был план Обама, а перед этим был план Буша. Помните, сколько было планов? Сколько мы себя помним, столько были планы американских президентов, которые ни к чему особо не приводили. Даже когда приводили, блестящая победа, карты Клинтона, соглашение Босла. Ну да. Но тем не менее ничего не окончено. В конце концов результаты челночной дипломатии Киссинджера. Киссинджера, да, конечно. Но тем не менее, я имею в виду, сама конфликта все равно не окончена. Поэтому главная возможность... При картере давайте вспомним. Да. Ну, с Египтом-то мир состоялся. Мы же говорим в принципе об окончании конфликта. В принципе, то есть оказалось, что мир с арабскими государствами это вовсе не решение конфликта, как многие могли думать тогда, когда Саддат и Бегин получали Нобелевскую премию мира. Или тогда, когда эту Нобелевскую премию получали Рабин, Перес и Арафат. Это же тоже было. Ну вот, значит, тогда вот, как говорила эта израильская исследовательница, главная задача Израиля и, кстати, палестинцев, как можно долгие периоды мира и как можно более короткие периоды войны. Так вот, если российско-украинская проблема не будет урегулирована путем предоставления действенной гарантии безопасности, то есть вступления в НАТО, то да, Украина не будет оккупирована Россией. Исполнится мечта президента Байдена и наше очевидное желание. Но это тогда будут долгие периоды мира. Это будет у нас такая же задача, обеспечить долгие периоды мира и более короткие периоды войны. Вот будет следующая война, когда это закончится. Не знаю когда. Может через пять лет, а может через десять. И вот важно, чтобы она уже длилась не два года, а полгода. И потом был более длительный период мирного существования двух стран. Но я не очень хотел бы жить в таком состоянии, честно говоря. Я имею в виду, я не хотел бы, чтобы Украина жила в таком состоянии. И если не будет никаких действенных гарантий безопасности, то я совершенно уверен, что никакого другого пути нет. Долгие периоды мира, короткие периоды войны. И это, по сути, вывод мой из высказывания президента Байдена. Либо он знает что-то, чего я не знаю, представляет себе какой-то гарантии другого типа. Скажем так, я не понимаю, какого тогда. Могут ли Соединенные Штаты и другие ядерные державы в Европе, например, Великобритании и Франции, предоставить Украине некие отдельные гарантии безопасности. И как они должны выглядеть в случае, если Соединенные Штаты упорно возражают не только против присутствия собственных войск на территории Украины, но даже против отправки инструкторов на территории Украины. Мы же знаем, что президент Эммануэль Макрон беседовал об этом с президентом Байденом и не добился результата. И вот, кстати, один момент, который мне тоже не очень меня порадовал во время этого французского турнея президента Украины, то, что он встречался отдельно с Макроном и с Байденом. Я вообще хотел бы увидеть трехсторонний саммит. Потому что у президентов Соединенных Штатов и президентов Франции и Украины могут быть разные подходы, и они должны были обменяться мнениями вместе. Про войска, про инструкторов, про разрешение бить собственным оружием по территории России, до каких пор. А пока что мы существуем в некой ситуации, где действительно Запад начинает повышать ставки. И все-таки надеюсь, что Путин поймет, что ему не проглотить Украину. Но понимает ли это Путин или нет, у меня есть большой вопрос. Ну, подождите, вам не кажется, что мы порой несколько принижаем субъектность держав фленов НАТО, которые находятся в Европе? Ну да, вот Германия, это понятно. Американцы держат над Германией ядерный зонтик в отсутствие ее собственного ядерного оружия. Ну и вообще там долгая история, не в обиду немцам будет сказана, в определенном смысле подчиненных отношений. Потому что мы же знаем, что долгие годы после окончания Второй мировой войны, когда уже существовала Федеративная Республика Германии, тем не менее отношения были зависимыми, и у американцев сохранялись определенные рычаги, я бы сказал даже формальные рычаги давления на германские власти. Сейчас-то все позади, но тем не менее политически эта инерция продолжается. Совершенно другая история с французами. Я не говорю уже о британцах. Давайте допустим... Я думаю, что против вступления Украины в НАДО возражает вовсе не Великобритания и Франция, а как Соединенные Штаты и Германия. При этом... Я об этом же и говорю. Понимаете, не кажется ли вам, что в конце концов, как в свое время генерал Деголь, Макрон, человек весьма амбициозный, который уже по логике вещей, находясь в середине своего второго срока, думает о том, как он войдет в историю, размышляет на тему о том, а не стать ли мне альтернативной силой, альтернативным центром силы и влияния внутри западной европейского мира. Так как это пытался... Когда генерал Деголь мог позволить себе такую позицию, которую он занимал в своей политической карьере, когда он принял решение о том, что Франция должна уйти из военной организации НАТО, оставаясь в политическом союзе, он все же был человеком, который был способен балансировать между некими полюсами. Он мог опираться на особое отношение к нему на Западе, он мог иметь большой авторитет в регионе, который сейчас называют глобальным югом, и одновременно он сохранял неплохие отношения с Советским Союзом. Это были не те отношения, которые были у других стран Запада. Мы же помним, что Франция смогла выстроить другого типа отношения с Советским Союзом, которые продолжались при практически всех преемниках Шарля Деголина, посту президента Пятой Республики, Флойда Франсуа Миттеран. И это тоже была такая особенность, которая могла позволить, скажем так, без страха выйти из военного союза НАТО, потому что президент Деголь точно знал, что он не подвергает Францию опасности. А сейчас совершенно другой мир, более поляризованный. Кстати, Эммануэль Макрон, он хотел действовать как Деголь, он же именно поэтому все время и пытался попасть в Кремль, поговорить с Путиным. До момента, пока он не убедился в невменяемости собеседника. Мы же понимаем вообще, что произошло на последней встрече Макрона и Путина перед нападением России на Украину. Потому что мы видели эту встречу в изложении Путина, в его интервью Токеру Карлсона. Вот представьте себе, что вы не Токер Карлсон какой-то, условно говоря, медиа-авантюрист, который просто собирает лайки и живет за счет хайпа. А вы президент Французской Республики, который прибыл побеседовать с коллегой на взаимопонимание, с которым он всегда надеялся. Макрон, когда стал президентом Франции, и мы об этом почти забыли, он фактически отказался от большого количества услуг аналитических, предоставляемых специалистами по России, которые более критично оценивали Путина и возможность договариваться с ним, чем ближайшее окружение нового президента Франции. И смена внешнеполитических советников Макрона произошла практически в 2022 году. Это такой эффект Зеленского, если хотите. Макрон верил в то, что он способен найти общий язык с Путиным, даже когда Путин уже аннексировал Крым, уже задевал французские интересы в Африке, уже вагнеровцы были в Центральной Африканской Республике, уже Путина выгнали из группы восьми. Макрон встречался с ним в своем знаменитом замке Бригансон, чтобы стать адвокатом Путина, в биорице на встрече группы семьи. То есть надежда она была, но если она исчезла, то в любом случае единственный полис, на который может опереться Франция, это сейчас Запад. Даже на глобальном юге Франция чувствует себя не так хорошо, потому что там она уступает, и это, кстати, очень опасная тенденция последнего времени, и Китаю, и Российской Федерации. Мы же видим, что просто регион Сахеля полностью контролируется сегодня пророссийскими силами. Это совершенно, я бы сказал, непредвиденная для Запада ситуация. Они, я думаю, не думали, что Россия сможет восстановить практику военных переворотов и, пользуясь нестабильностью в регионе, фактически подчинить большую часть его правительства своими интересами. Так что я не знаю, насколько Макрон готов к самостоятельному плаванию. То есть, как можно стать Деголем, не имея возможности Деголем? Ну, в конце концов, он может опираться на некоторые другие силы в Европе. На Польшу, например, на скандинавские страны, на страны Балтии, которые занимаются... То есть, Макрон, по-вашему, должен стать лидером всех тех стран, которые всегда видели своего реального геополитического лидера в лице Берлина и Вашингтона. Это же те страны, которые всегда ориентировались на Соединенные Штаты, а многие, ну, возможно, за исключением Польши в разные периоды ее новейшей истории, еще и на Германию. Нет, ну, вы же видите, сколько скепсиса сейчас испытывают политические деятели перечисленных мною стран, глядя на то, как чрезмерно осторожен, на самом деле, по их мнению, стареющий американский президент. Который все-таки, который все-таки, если вы со мной не согласны, переубедите меня. Я с вами согласен, я согласен, я считаю, что я и сам несколько скептически настроен. Я вообще... Глядя на Байдена, глядя на Байдена, я никак не могу не избавиться от ощущения, что он все-таки дает Украине помощь, предоставляет Украине помощь по капельке, из пипеточки, чтобы не проиграла Украина, чтобы, не дай бог, не прорвали фронт, чтобы не случилось каких-то чрезвычайных событий в военной сфере, но не для того, чтобы Украина смогла переломить ситуацию. Ну, или нанести такой удар, который для России будет катастрофическим, да, скажем так. Субтитры создавал DimaTorzok